Детальнее тему того, что происходит ныне в Харьковской области, об этом обсуждаю, эту тему обсуждаю с Владиславом Селезнёвым, военным экспертом. Владислав, здравствуйте, рад вам в эфире «Фридом». Добрый день, слава Украине! Героям слава. Ваша характеристика ныне происходящих боёв на территории Харьковской области, в особенности в городе Волчанск, возле него, это один из крупнейших населённых пунктов, которые попадали под удар российских оккупантов, напомню об этом нашим зрителям. Ранее была информация о заблокированных также россиян в районе этого города. Издание писали о 400 российских военнослужащих, которые попали в окружение. В целом, как вы видите нынешнюю ситуацию возле Волчанска и в целом в контексте наступления российских оккупантов Харьковской области? Если совсем кратко, то это крушение российских надежд. Ведь очевидно, когда противник в начале мая сосредоточил только на территории Белгородской области 40-тысячную группировку войск, для того, чтобы гарантированно взять под контроль Волчанск, для того, чтобы выйти на дальность прямого артиллерийского выстрела ближе к пригородам Харькова, у россиян не было даже и мысли, что может что-то пойти не согласно их планам. Ведь в феврале 2022 года именно 40-тысячная группировка российских войск смогла добраться практически до пригородов Киева. В этот раз россияне почему-то были уверены, что у них также получится успешная интервенция на территории нашей страны. Но вышло не так, как планировали российские генералы, российский генеральный штаб. Инженерные фортификации, созданные за благовременно на территории севера Харьковской области, оперативно перебрасывали дополнительных ресурсов и резервов украинских сил обороны, ну и первые масштабные поставки артиллерийских боеприпасов для обеспечения нужд украинской армии фактически полностью уничтожили все ожидания и отчаяния российских оккупантов. Мартировок российских потерь возрастает. Они несут огромные потери в живой силе, в бронетехнике и в вооружении, причем не только тех сил и средств, которые находятся на территории нашей страны, но и в рамках премитивной деятельности украинская армия имеет возможность наносить удары по территории Российской Федерации на глубину до 100 километров. То есть фактически в зоне поражения наших Хаймарцев находится территория Брянской, Курской, Белгородской областей. Да, это пока нам не позволяет уничтожать вражеские самолеты, носители управляемых авиационных бомб, которые находятся на аэродромах в базировании. Они расположены на расстоянии 150-300 километров от линии госграницы или от линии боевого столкновения. Но я думаю, что это перспектива нашего будущего, причем относительно короткого будущего, ведь мы имеем технические средства для того, чтобы носить удары по этим вражеским военным объектам. Дело лишь за доброй волей наших, в том числе, за океанских партнеров. Я надеюсь, что в конце концов эта добрая воля будет озвучена, и мы, соответственно, получим соответствующие возможности. Что в настоящее время происходит? В принципе, наиболее чуткую характеристику ситуации на севере Харьковской области обозначил Назар Волошин. Он четко сказал, что в настоящее время россияне были вынуждены взять оперативную паузу, вывезли ряд своих потрепанных, основательно потрепанных подразделений, в том числе из района Вовчанска. Но, собственно говоря, откуда взялась-то эта потрепанность? Украинская артиллерия работает в режиме 24 на 7. Мы имеем достаточное количество ресурсов, чтобы уничтожать вражеские силы и средства. И тут, я думаю, следует напомнить нашей аудитории, что до 90% российских потерь это итог боевой работы наших ракетчиков и наших артиллеристов. Соответственно, даже после проведения определенных мероприятий по ротации новоприбывшие российские подразделения, скорее всего, будут ожидать такая же незавидная участь. Ведь эти места, где работает украинская артиллерия, хорошо нам знакомы, точка, где может находиться вражеский личный состав, также хорошо пристреляны. Ну а возможность в рамках превентивной деятельности уничтожать еще на территории Белгородской области формированные штурмовые подразделения также дает прекрасный результат. В принципе, россияне сейчас находятся в том же состоянии шока и трепета, которое они испытывали в середине 2022 года. И только лишь мы получили первые партии РСЗО класса Хаймарс, россияне стали нести огромные потери. В принципе, такое же принятие ситуации они сейчас испытывают. Я думаю, что дальше будет больше. Поставки вооружения и техники от наших, в том числе, заокеанских партнеров масштабируются, это значит, что лето для российских оккупантов будет горячим в прямом и переносном смысле этого слова. Украинские военные также о том, что российские оккупанты не оставляют попыток проводить наступательные действия в Харьковской области по направлению к Волчанску, по направлению к Глубокому. Клипцам в том числе заявляют о том, что планируют российские оккупанты присоединить подразделения отдельной 9-й мотострелковой бригады 51-й армии Российской Федерации к корпусу, который действует на Харьковском направлении. Что, в принципе, ставит, наверное, для российских оккупантов, как мы видим сейчас с активности на, в целом, линии фронта, две задачи. Первое, удержание, что ли, позиций в Харьковской области. И второе, это наступление на Покровском направлении. Это Донецкая область. И, в целом, две эти масштабные задачи, она друг друга, ну, скажем так, если сказать обывательским языком, довольно сильно мешает. И там, и там нужно довольно большое количество ресурсов. Если мы говорим о военной технике, банально, о живой силе противника, возможно, в контексте дальнейших действий на севере, на северо-востоке Украины российским оккупантам придется выбирать, какое направление более приоритетное, что ли, для них. Как вы видите это? Я думаю, что россияне четко определились со своими приоритетами. И я все-таки остаюсь приверженством следующих утверждений. Россияне сосредотачивают все свои усилия в рамках летней наступательной кампании все-таки на восточный фаз Российско-Украинского фронта. Четыре направления. Северская, Часовьяровская, Покровская, Кураховская. Именно эти направления являются крайне важными для россиян в рамках реализации тех самых территориальных притязаний России к Украине. Я думаю, что именно на этих участках фронта они будут сосредотачивать наибольшее количество своих ресурсов и, не зирая на огромные потери, будут пытаться давить вперед, чтобы в перспективе выйти на административные границы Донецкой области. Харьковская область, равна как и Юг Запорожской области, это все-таки вспомогательные участки фронта, где противник, пытаясь активизировать свои действия, таким образом создает условия, чтобы украинский генштаб был вынужден использовать часть наших стратегических резервов и ресурсов именно на этих участках фронта. Тем самым создавая максимально благоприятные условия для действий российских оккупантов на востоке нашей страны. Я достаточно внимательно наблюдаю за процессами приготовления, которые происходят в настоящее время на юге Запорожской области. С учетом того, что в морской порт Мариуполя не так давно зашел танкер, разгружал он нефтепродукты. Происходит определенное накопление вражеских ресурсов. Думаю, что в ближайшей перспективе у нас все-таки следует ожидать значительной активизации действий российских оккупантов на юге Запорожской области и в юго-восточной части Донецкой области партийник и далее будет пытаться использовать техническое и численное преимущество, чтобы получить хотя бы какие-то территориальные приобретения. Знают ли об этом украинский генеральный штаб об этих приготовлениях? Очевидно, что да. Проводит ли он определенные мероприятия превентивного характера? Также очевидно, да. Поэтому я думаю, что на летнюю кампанию она следует сделать один, как по мне, очевидный вывод. Ситуация на поле боя будет определяться исключительно ресурсными возможностями как российских оккупантов, так и украинских сил обороны. В части возможности россиян проводить с равной степенью интенсивности наступательные действия на севере Харьковской, юге Запорожья области и, соответственно, на восточном пассе российско-украинского фронта мы определили. Россияне действуют на пределе своих возможностей. Больших ресурсов им физически взять негде. Я думаю, не просто так Владимир Путин ездил на поклон к местному диктатору, чтобы получить хоть какое-то количество активических боеприпасов, бронетанковых средств. Ведь постепенно российские ресурсы выхолачиваются. Даже невзирая на то, что в наследство Российской Федерации не досталось немало бронетехники еще со времен Советского Союза. Тем не менее, ресурсы уже плавно подходят к завершению. А это значит, что ресурсы необходимы. Ну а украинская армия системно и методично получает соответствующие ресурсы от наших западных партнеров. Наконец-то мы услышали четкие временные показатели реализации чешской инициативы президента Петера Павлова. А это значит, что у украинских артиллеристов добавятся работы, а в российских мартирологах потерь добавятся новые и новые фамилии. Владислав, спасибо вам за анализ и за участие в эфире «Фридом». Владислав Селезнов, напомню, мы с нами на связи, военный эксперт.